МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Брестской области Анатолий Лис посетил Барановичский государственный университет и пообщался с молодежью в рамках открытого диалога. Стали полноправными гражданами Беларуси в рамках Всебелорусской патриотической акции БРСМ, посвященной Дню Конституции, лучшие барановичские школьники получили паспорта в торжественной обстановке. В ранние сроки приступили к заготовке березового сока в лесничествах Барановичского лесхоза. Всего в этом году планируется заготовить порядка 400 тонн целебного напитка. Возле водохранилища «Мышанка» активно идут работы специалистов в Барановичи ремстроя. По организации парковочных мест завершить все работы планируется к 1 мая. Получить эстетическое удовольствие и приобрести сувениры ручной работы можно в Барановичском краеведческом музее. Здесь работает торговый павильон. Здравствуйте, уважаемые телезрители на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней барановичи». Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис посетил Барановичский государственный университет и пообщался со студентами. Во встрече приняли участие председатель городского исполнительного комитета Юрий Громаковский и ректор Барановичского государственного университета Василий Кочурка. Это не первый визит в университет Анатолия Лиса. Руководитель области здесь уже был не раз и также общался со студентами, профессорско-преподавательским составом и работниками университета. В этот раз в зале собралось более 560 человек в процессе открытого диалога, а он длился более двух с половиной часов. Руководитель области ответил более чем на два десятка вопросов. Совершенно разных. Говорили о поручении главы государства по достижению уровня заработной платы к концу года до 500 долларов США. Какая ситуация с заработной платой сегодня и насколько она различается по ряду? Главное для экономики это не только произвести, но и продать продукцию, то есть сделать ее конкурентоспособной. Вопрос заключается в следующем. С кем на сегодняшний день в торговых отношениях находится Брестская область? Спасибо. Как хормируй в своей душе Брестской области? Одним из первых вопросов, заданных губернатору, реализация декрета номер 3 в области. Ведь чтобы пользоваться обычными социальными благами – медицина, образование, оборона, безопасность, коммунальные услуги – каждый трудоспособный гражданин должен вносить свой вклад в создание дохода страны. Общаясь со знакомыми, друзьями, родственниками, с моим активом Брестской области, мы не понимаем, как вообще возникает мысль жить в цивилизованном обществе за счет земляка. Скажите, пожалуйста, каким образом происходит реализация данного проекта в нашей области? Сегодня обнаживало многие проблемы, которые, в принципе, были известны. И не только в нашей стране. Такие проблемы есть и в самых развитых странах, где часть граждан, значит, они по каким-то причинам, да, я не говорю, что абсолютно по их нежеланию, да, есть разные причины, которые не могут участвовать, значит, в финансировании или, значит, вносить свой вклад на общие проблемы и вопросы, которые существуют в той или иной стране. Ну, в том числе, это касается и нашей страны. О чем я хочу сказать? У нас социально ориентированное государство. Да, мы многие элементы сегодня применяем в рыночной экономике, но у нас много осталось тех социалистических, и я не стесняюсь называть советских, с советских времен, много позиций, по которым государство брало на себя большую роль в обеспечении тех или иных сфер жизнедеятельности населения. Сегодня мы наблюдаем это и в других разных странах. Если взять, допустим, Швецию, скандинавские страны. Среди декрета, вот недавно встречались, и я был участником этого совещания у президента, является одно – заставить работать тех, кто не хочет, но может и должен работать, и обязать участвовать в финансировании государственных расходов тех, кто их получает за пределами республики. Чтобы пользоваться обычными социальными благами – медицина, образование, оборона, которую мы же осуществляем, оборону нашего государства, безопасность, которая обеспечивается нашей стране. Каждый трудоспособный гражданин должен вносить в свой факт создания дохода страны. Извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов, направленные 69 221 жителю области. С момента действия декрета 7619 человек уплатили за 2015 год сбор на финансирование государственных расходов в сумме более 2 миллионов рублей. Понятно, что студентов интересовал также вопрос трудоустройства, как говорится, на перспективу. Они спрашивали председателя облсполкома, как он оценивает нынешнюю ситуацию на рынке труда. Также в 2016 году зарегистрировано 816 новых микро- и малых организаций и создано более 12 тысяч новых рабочих мест. В целях развития малого предпринимательства 12 субъектов предоставлена государственная финансовая поддержка в размере почти миллиона рублей. Мы рассчитываем, что результаты 2016 года неплохие, что они дадут возможность нам успешно развиваться в этом году. Среди многочисленных серьезных вопросов, касающихся экономики и развития как области, так и страны в целом, студентов интересовало и то, как можно попасть в команду губернатора, какими качествами необходимо обладать, о чем Анатолий Лис мечтал в детстве и чтобы он подсоветовал молодежи в части свободного времяпрепровождения. Самое главное, надо вести активный образ жизни. Вот что. Каким образом? У каждого есть свои способности на гонку. Кого-то интересуют более быстрые спортивные занятия. Те люди, значит, сегодня очень много, не только спортивных, а и других развлечений, да, и в том числе физических, я понимаю, я имею в виду. Поэтому надо очень каждому понимать, что человек в день должен проходить не менее 5 километров. В любом возрасте, в любом состоянии должен ходить. Если человек переходит на сидячий, безжачий образ жизни, это приводит к очень кручевым результатам. Прежде всего, состояние его здоровья. Конечно, я призываю всех, значит, у вас есть прекрасные условия, особенно это касается бассейна. Значит, очень много молодежи сегодня востребованы фитнес-клубы, значит, тренажерные залы. Это действительно дает не только красивое тело, но и дает второе. Этим надо заниматься. Диалог получился интересным, не запротоколированным и свободным. И, как подчеркнул председатель область полкома, такие встречи важны не только студентам, но и ему, чтобы из первых уст знать, что интересует молодежь, чем она живет сегодня. Послушать, значит, что вас больше всего волнует, вопросы студенческой жизни. Я понимаю, что класс она хорошо проходит, вы очень, директора, свое любите. Аплодисменты на вас. Это тоже хорошо, поэтому мне нет необходимости по учебному процессу останавливаться. Беседа была довольно интересная, насыщенная, потому что молодежь сегодня инициативная, и их интересуют все вопросы, не только студенческой жизни, но вопросы интересуют, как дальше будет идти развитие нашего государства, какова политика, какие дальнейшие перспективы в целом системе образования. И на протяжении длительной беседы наши студенты остались очень довольны, потому что Анатолий Васильевич подробно им рассказал на те вопросы, которые они задавали. В завершении диалога Анатолию Лису вручили сувенир, панно, сделанное студенткой БРГУ. Также губернатор оставил первую запись в книге почетных гостей, которую совсем недавно завели в университете. Председатель облсполкома планирует встретиться со всеми студентами четырех вузов области. До Барановича и подобная встреча прошла в Брестском государственном университете имени Пушкина. На очереди Полецкий государственный университет и Брестский технический. 15 марта в нашей стране отметили День Конституции Республики Беларусь. К этому национальному празднику была приурочена акция БРСМ «Мы граждане Беларуси». В рамках республиканской акции нескольким десяткам барановических школьников в торжественной обстановке вручили самый главный документ – паспорт. Символично, но именно в День Конституции страны эти ребята официально стали полноправными гражданами государства. Торжественная церемония вручения паспортов с участием заместителя председателя Гурисполкома Алексея Гарбуза, депутата Палаты представителей Национального собрания Татьяна Якубович, руководитель отделения по гражданству и миграции ГУВД НС и Гетман прошла в Барановичском ЗАГСе. На встречу были приглашены 16 человек – отличники учебы, победители спортивных и творческих конкурсов. Символично, что именно в День Конституции эти ребята официально стали полноправными гражданами государства. Наша Конституция – это правовой фундамент развития нашего государства. Она является грантом прав и свобод граждан нашей страны. И, конечно, является залогом той успешной реализации стратегии устойчивого развития Беларуси, которая у нас определена. Судя по серьезным лицам ребят, они хорошо понимали, что от их поколения зависит будущее. Нет сомнения, что они достойно пройдут свой жизненный путь, храня верность тем принципам, которым их учат родители, учителя и которым должен руководствоваться каждый человек. Школьников торжественно вручили паспорта и подарки в виде Конституции и красочных иллюстрированных подарочных изданий «Я гражданин Республики Беларусь». Мы рады, что сегодня, именно в этот день, на торжественной церемонии нам вручили паспорта, мы граждане Республики Беларусь. Обещаю, что мы не подведем, будем стараться быть достойными гражданами. Удивительный весенний день, торжественное событие. Я смотрела на 15 лучших представителей молодого поколения города Барановичи и волновалась не меньше их, потому что в каждом из вручаемых паспортов стояла моя подпись как начальника отделения по гражданству миграции. И передо мной стоял курсант совершенно маленького роста, и я думала, что через 20 лет я буду такого маленького роста, я буду бабушкой, а он станет двухметровым красавцем, который, возможно, поставит подпись в моем паспорте. Особенностью мероприятия стало вручение удостоверения многодетной семьи, исполняющему обязанности лидера горкома БРСМ Андрею Ремезу. Поздравила его с этим событием и председатель городской организации «Союза женщин» Елена Герман. Ребята не скрывали радости от того, что они получили самый главный документ. Им только 14. В этом возрасте у нас в стране получают паспорта, но все они уже успели добиться результата в жизни. Сегодня лучшие ребята нашего города получают первый гражданский документ. И с сегодняшнего дня они могут считать себя жителями нашей красивой, благородной страны. Безусловно, это мероприятие очень значимо, потому что оно еще проходит в ЗАГСе, где формируются семейные ценности. И, безусловно, для них этот день запомнится, я думаю, на всю оставшуюся жизнь. И такие мероприятия, на мой взгляд, очень важны именно в таких социально значимых местах, а не просто даже где-то в школе за школьной партой. Они проявили уже себя в различных видах и сферах деятельности, и в общественной, и в спортивной. Поэтому они были выбраны лучшей из наших школ. И в целом, конечно, мы верим в них, верим в их ум, верим в их талант, верим в их целеустремленность, потому что благодаря этим качествам они смогут добиться для себя и для своей страны всего, чего хотят. И именно молодому поколению предстоит сохранить и дальше развивать те традиции и тенденции положительные, которые сегодня происходят и в нашей стране, и в нашем городе. Паспорт для 14-летних ребят – это своего рода путевка во взрослую жизнь. У каждого молодого человека вместе с получением главного документа появляются не только права, но и обязанности. Быть достойным гражданином своей страны. Акция «Мы, граждане Беларуси» стала хорошим поводом еще раз подумать о том, чем ребята хотят заниматься дальше. Это стимул и впредь – хорошо учиться, проявлять себя как лидер в учебе и в общественной работе. – Конституция наша страна, чтобы вы ее прошли, запомнили, и чтобы исполняли, и жили, и творили именно в Конституции. И, конечно же, здесь книга о нашем крае, о Бранденском районе. Спасибо вам. Вот так индивидуально каждому председателю районного исполнительного комитета Василию Хватик, а также заместителе Барановичского межрайонного прокурора Петр Новицкий, старший инспектор группы по гражданству и миграции Барановичского РОВД Жанна Маркушевская, председатель ветеранской организации Иван Лычковский, вручили первые главные документы, удостоверяющие личность, а также Конституцию, книгу о Барановичском районе и подарочные издания «Я гражданин Республики Беларусь». Со знаменательным событием ребят также поздравил сенатор Василий Маркевич. Участие в акции представителей законодательной и исполнительной власти ветеранов труда в очередной раз доказывает важность события и то, что в нашем государстве активно реализуется молодежная политика, а талантливая и активная молодежь имеет всяческую поддержку. Такие мероприятия или акция такая, скажем, именно в этот день вручать паспорта лучшим, я думаю, что здесь сегодня лучшие ребята, они это прочувствуют. Для них это большой праздник, честно скажу. Мы организовали не только, чтобы ограничиться только вручением паспортов, мы им сегодня покажем наши объекты социально-культурные, провезем по району, какой район, как развивается, в том числе и музеи посетят, чтобы для них этот день действительно стал праздником, запомнился. Как и каждого из нас, определенные даты всегда запоминались, и мы их помним, государственные, я имею в виду даты, кроме дня рождения, чтобы они всегда запоминались. Сегодня, думаю, что для этих ребят это очень важно в этом зале, в школе, в Жемчужинске, поручить из рук паспорта. Поэтому я хочу всех наших граждан поздравить, в первую очередь, с Днем Конституции, с таким прекрасным праздником сегодняшним. И хочу пожелать всем добра, мира, тепла. По-настоящему взрослым человек чувствует себя, когда получает паспорт, а если он принимает документ еще и в торжественной обстановке, то это вдвойне почетно, приятно и надолго запомнится. Поделились герои сегодняшнего дня. Я как бы много, когда участвую в разных олимпиадах, соревнованиях, хорошо учусь и думаю, что я достоин этого. Первое получение паспорта – это… Ну, я стану гражданином Республики Беларусь официально. Классно. Я считаю, что хорошо учусь в школе, я ездила на олимпиады по географии, ну, там выступаю, ну, все время на олимпиады такие езжу. Я очень ждала этот день, ну, это волнительно как бы, потому что уже почти становлюсь взрослой. Ежегодно мы проводим акцию «Мы граждане Беларуси», в рамках которой лучшие наши молодые граждане нашего района получают свои первые документы, свои паспорта. Сегодня 15 представителей нашего района из 12 школ. География довольно-таки обширная. Я думаю, что ребятам этот день запомнится непременно. И они с гордостью будут нести с сегодняшнего дня звание гражданина Республики Беларусь, который уже получил свой первый документ, свой паспорт. Конституция – основной закон государства. Вручение паспортов 15 марта – это не только возможность поощрить целеустремленность ребят, но и напомнить им, что у каждого есть не только права, но и обязанности, соблюдая которые человек и становится настоящим гражданином своей страны. Вручение паспорта – это большое и волнительное событие в жизни ребят. Этот факт знаменует начало взросления и самостоятельности, так как паспорт – это документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны. В соответствии с законодательством Республики Беларусь паспорт обязан иметь гражданин, достигший 14-летнего возраста. Символично, что сегодня, 15 марта, в День Конституции Республики Беларусь, в торжественной обстановке вручают паспорта самым достойным гражданам нашей страны. Вообще, День Основного Закона – праздник для всех граждан Республики. И мне хочется поздравить с этим замечательным праздником всех граждан Беларуси и пожелать жить в соответствии с этим законом и не приступать к праздникам. В этот день школьники посетили Барановичский районный исполнительный комитет, пообщались с председателем профсоюзной организации агропромышленного комплекса района Алексеем Добышем, посетили отдел ЗАГС, где им рассказали о работе и немного о богатой истории этого учреждения, которому в этом году со дня образования исполнится 100 лет. Завершающим аккордом была выездная экскурсия по Барановичскому району. В Брестской области планируется в этом году заготовить 5000 тонн березового сока, из них 800 тонн для продажи населению и 4200 тонн для предприятий Брестской области. В Барановичском лесхозе планируется заготовить порядка 400 тонн целебного напитка. Как только растаял снег, раньше других деревьев проснулись березы, по стволу которых сразу же пошло сокодвижение. Как правило, говорят специалисты, оно начинается с первыми оттепелями. Барановичский лесхоз в нынешнем сезоне продолжает заниматься заготовкой березового сока. Объемы уже согласованы, подготовлено все необходимое. Работа подсоска организована в общих девяти лесхозах лесхоза. Из них половину купают частники, половину заключены договора с перерабатывающими предприятиями нашей области. Савушкин продукт. Из родной организации есть клетский комбинат пищевых продуктов и барановский комбинат пищевых продуктов. Заготовка сока началась на этой неделе. Наиболее интенсивно березовый сок выделяется в светлое время суток, а ночью дерево засыпает. Литр сока стоит сейчас 15 копеек, как в прошлом году. Для удобства населения продажа сока организована прямо на месте заготовки. Можно купить необходимый объем, заплатить и получить квитанцию, подтверждающую, что сок добыт законным путем. Вячеслав Кулинич из числа тех, у кого с лесхозом заключен договор на сбор и реализацию населения березового сока. На данном участке подсочено около полторы тысячи пакетов. Тут участок 10 гектаров, так что мы в основном нацелены на то, чтобы местному населению обеспечить сок. Так что всех приглашаем, сока хватит всем. Приезжайте, очень хороший в этом году сок, чистенький, светленький, сладкий. В основном закупают население. Мы работаем нацелены на население. Много берут сока? Ну, вы знаете, есть люди, некоторые, вот, приезжала вчера бабуля, взяла 10 литров для себя попить, а есть некоторые и по 500 литров берут. Мы никому не отказываем. В каждом лесничестве, а их в Барановичском лесхозе 9, определены участки леса, предназначенные для сбора березового сока. Березовый сок считается настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и всего того полезного, что необходимо для профилактики и укрепления здоровья. В этом году, говорят, при сходе, сока должно хватить всем. И для промышленной заготовки, и для нужд населения. Мы готовим частные наши штатные работники, а в некоторых случаях заключаем договора с временными работниками по договору подрага тоже заготавливают. То есть даем временные рабочие места. Вот где-то у нас подсочено около 2000, 2000, 3000, наверное, 3000 деревьев подсочено. И вот это количество мы планируем в этом году собрать. Если будет желающие, так сказать, от населения больше, то всех удовлетворим потребностям березового сока. Березовый сок собирают до того, как начнут распускаться почки. Обычно это 2-3 недели. Так что самое время порадоваться наступившей весне, которая щедро дарит нам лучшее для здоровья. Возле водохранилища Мышанка активно идут работы по организации парковочных мест. Завершить строительство объекта специалисты Барановича и Ремстроя планируют к 1 мая. Наша съемочная группа оценила масштабы проводимой работы. После реконструкции водохранилище Мышанка зажило новой жизнью. Жители нашего города с удовольствием здесь загорали и купались в летний период. Единственная проблема была из-за большого количества людей. Автомобильная парковка не вмещала всех желающих, поэтому многие парковались вдоль дороги. В этом году все будет по-другому. Строящаяся стоянка предусматривает парковку для 76 автомобилей. В их числе два места будет предназначено для авто людей с ограниченными возможностями. Столько же и на прежней стоянке, которая также реконструируется и позволит 24-м отдыхающим припарковаться здесь. На 2045 квадратах земли планируется не только положить асфальт и сделать разметку, но и облагородить. Чтобы люди смогли отдохнуть, поставят пять лавочек, урны для мусора и освещения. На прежней парковке, которая не видоизменялась с момента открытия водохранилища для отдыха горожан, планируется расширение. Общая площадь будет 1190 квадратных метров. Рядом предусмотрена беседка. Что немаловажно, дорожная сеть также претерпевает изменения. С дороги Р-99 со стороны города сейчас дорожники делают 100-метровую полосу торможения. А вправо при выезде с водохранилища будет 180-метровая полоса разгона. Обе полосы шириной 3,5 метра. Запланирована фрезеровка старого асфальтового покрытия, новый слой. Работники Барановича Ремстроя обещают будет плотным. Нижний – 8 сантиметров, верхний – 4. Ремонтные работы идут стремительно. Ни одного человека, скучающего без дела здесь нет. Каждый работает на качественный результат. Завершить и сдать объект планируется к 1 мая, чтобы жители нашего города в этом году еще с большим удовольствием проводили свое лето на городском водохранилище, которое с каждым годом становится все более популярным. В пятой гимназии подвели итоги творческо-исследовательского конкурса, в рамках которого школьники разного возраста изучали православие в истории и культуре Беларуси. Его победителей представит барановическое благочиние в епархии в городе Пинске. Инициатором проведения этого конкурса был помощник благочинного по вопросам религиозного образования, настоятель прихода храма святого Александра Невского Виталий Лазовский. Его поддержал начальник отдела образования. И среди школьников был объявлен творческо-исследовательский конкурс на тему 1917-2017 годы. Православие в истории и культуре Беларуси. Опыт столетия. Не случайно была выбрана тема именно опыт столетия взаимодействия православной церкви Беларуси и государства. Знаменательно, что очень много ребят откликнулось. Даже мы не ожидали. Знаете, обычно старшеклассники, они и так завалены своими учебными процессами, занятиями, и поэтому часто скептически относятся к каким-то нагрузкам. Тут, ну как бы, не сулящим особых бонусов. Но здесь все-таки с большим интересом ребята откликнулись на работы, причем довольно значимые, и где на самом деле были исследования, которые очень важны. Потому что я подозреваю, что даже для меня некоторые факты были большим открытием. Что же говорить о жителях нашего города? Сегодня очень важно понимать, что не хватает в нашем обществе норм морали, нравственности. То есть на бумаге и документально они есть, и они очень широко пропагандируются, но по-настоящему, наверное, их все-таки не достает. И то, что дети сегодня занимаются вопросами морали и нравственности в преломлении через церковь, в преломлении через работу православной церкви на территории Беларуси, потому что историю Беларуси тоже нельзя оторвать от истории православной церкви. Мы очень давно шагаем в одном направлении. И цель у нас, по сути, одна. Цель – это воспитание подрастающего поколения, которое будет иметь высокий моральный облик. Может быть, такая громкая фраза, конечно, но при всем при том я считаю, что те заповеди, которые четко озвучены Библией, они должны соблюдаться сегодня каждым человеком. На конкурс было представлено 42 работы от учащихся различных учреждений образования города. Восемь отобранных работ заслушивались на итоговой конференции в пятой гимназии, где налажено многолетнее сотрудничество с церковью. Чтение работ, как признались члены жюри, стало не тяжелым трудом, а радостью. Разный возраст участников от пятого до одиннадцатого класса свидетельствует о глубоком интересе к данной теме. Мне пришлось прочитать все 42 работы, и среди них очень много действительно глубоких, проницательных работ, которые свидетельствуют о живых душах, ищущих сердцах, о развитом интеллекте, об огромном интересе. Таких работ действительно много во всем этом конкурсе, и я могу даже с удивлением говорить о том, что некоторые из них существенно выше, чем средний уровень работ выпускников Минской духовной семинарии. И я думаю, что некоторые из них можно даже представлять и предлагать в качестве примера для студентов духовных учебных заведений. Миром правит любовь – ключевая мысль конференции. Только в любви можно соединить прошлое, настоящее, будущее. Христианская жизнь – это бесконечная борьба добра со злом. И место, где все это происходит – это сердце человека. Сердце, в котором должны соседствовать добро и любовь, духовность и чистота, гармония с миром и, что очень важно, гармония с самим собой. Наверное, к таким мыслям пришли многие участники мероприятия в результате прослушивания представленных работ. Мы знаем, что в том году это был год книги и проводились определенные мероприятия. И школа нашего города, и состоялись в Макаровске чтение в Барановском государственном университете, на которых присутствовал правящий архиерей Пинской епархии архиепископ Пинский Лунецкий Стефан. И вот тогда было принято решение провести вот этот конкурс. Конечно, очень радостно, что дети придают большое значение участию в этом конкурсе. Несомненно, что это послужит во благо и образования, прежде всего, духовного образования, которого так порой не хватает в наших средних школах. Победителями конференции стали Екатерина Барбарич, учащаяся 9-го Б-класса средней школы номер 14 с работой «История кладбищенской церкви имени Александра Невского в городе Барановичи». Владислав Дягель, учащийся 6-го А-класса гимназии номер 4 с работой о принадлежности к вере. Александра Барбарич, учащийся 8-го Б-класса, и Анна Тарасевич, учащийся 9-го А-класса с работой «Христианские мотивы» у творчести Максима Богдановича. Все участники конференции получили в подарок книгу жизни «Евангелие» – карманный вариант, который можно взять в дорогу. Получить эстетическое удовольствие и приобрести сувениры ручной работы можно в Барановическом Кровеческом музее. Здесь работает торговый павильон, где представлены поделки местных ремесленников, куклы, валяные и гончарные изделия, сувенирная продукция. Подробности в следующем материале выпуска. Создать в музее особую атмосферу, комфортную для посетителей и дать им возможность унести частичку с собой. С этой целью в Барановическом Кровеческом музее открылся ларек сувенирной продукции. Дизайн, ассортимент, выкладка товаров – все это должно вызывать у людей желание вернуться в музей еще раз. Из-за всю историю развития Кровеческого музея ларька сувенирной продукции никогда не было. Поэтому сегодня у нас замечательное событие. Оно не инновационное, но оно традиционное. Не может вестись работа Кровеческого музея качественно, если окончание экскурсии или начало не происходит с замечательной процедурой, когда человек приходит в наши стены и забирает частичку в качестве сувенирной продукции. Сувениры рассчитаны на любой вкус и кошелек. Так, небольшая открытка, копия исторической открытки, хранящейся в фондах музея, обойдется всего в 10 копеек. Немного дороже стоят кружки со снимками музейных экспонатов. В ларьке представлены работы ремесленников города, гончарной мастерской «Несвеже», сувенирная продукция барановского хлопчатого бумажного объединения, а также печатная продукция одного из издательских салонов города. Теперь каждый горожанин и турист знает, где купить сувениры, связанные с нашим городом – в музейном ларьке. Ведь каждый потраченный в нем рубль поддерживает музей. Кто же еще поддержит его, если не мы? Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы обязательно вам расскажем через неделю. Всего вам доброго. До свидания.